Итак, мы снова и опять продолжаем актуальную тему здоровья. Актуальную для нашего города, такого, ну, пока еще не совсем чистого. Но поскольку подписан новый протокол, будем надеяться, количество вредных выбросов будет сокращено и в ближайшем времени. И как можно говорить о здоровье, когда экономическая ситуация нам диктует? Не будет ни спокойствия, ни здоровых нервов. Потому как то банки нам кредиты запрещают, то ипотека съедает все, что мы хотели бы получить. То, что хотелось бы, невозможно, то нам не платят, то мы пытаемся заплатить. И в этот момент мы стискиваем зубы, и самые счастливые просто слышат хруст зубов. Самые не счастливые, у них возникает зубная боль. Но если она уж у вас возникла, приезжайте в стоматологический центр ДЕНС. Возможно, что еще не все потеряно. Есть время исправить, ну, скажем, небольшие недостатки. А если это большие недостатки, то их кардинально полечат. Существует два написанных жизнью постулата. Один из которых – учиться никогда не поздно. Второй – лечиться поздно, да, уже и незачем. Поэтому, будучи людьми обучаемыми, посоветуемся у тех, кто лечит. Итак, сегодня не будем залазить в дебри, не будем ставить протезы, не будем ни о чем. В таком серьезном, того, что требует больших усилий. Но других усилий требует здоровья. И, казалось бы, живем мы в мире, вокруг нас много людей. Но много и микробов. Но гораздо больше микробов где? Каждый, я думаю, может догадаться, где у нас больше всего. В полости ртау человек. Больше всего. Чем это все грозит? Вот, допустим, ну, банальное несварение – это тоже причина заболевания зубов? Вполне может быть, если у человека, скажем, из 32 зубов в нормальном состоянии 5, максимум 10. Все остальные или разрушены, или подвержены кариесу. То есть, вполне возможно, что заболевания желудочно-кишечного тракта могут быть связаны с зубами. Но, тем не менее, зубы еще и ближе ко всему находятся к нашим органам осязания, обоняния, в том числе и к мозгу. Чем это грозит? Ну, заболевания зубов тут, скажем, вытекает очень много, могут последствий быть, осложнения вполне возможны. Те же абсцессы, флегмоны, челюстно-лицевая область – все могут быть взаимосвязаны с зубами. То есть, вот раньше ни одно кино, практически ни одно советское кино не обходилось без традиционного вида персонажа, у которого, ну, флюс, и вот лицо все перемотано, и это как бы был комический герой. Насколько комична вообще-то эта ситуация? Ну, в кино или в мультфильмах, может быть, это и комичная ситуация. Но для человека, который, скажем, приобрел это, то есть для него это не комично абсолютно. Ну, и давайте начнем с того, что. Как человек может самопроанализировать, что у него хотя бы неполадки в зубной области? Ну, достаточно просто внимательный человек при чистке зубов, он вполне может заметить какие-то… То есть, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, застревание пищи между зубами, в зубе. То есть, температурные раздражители чувствуют. То есть, это все можно заметить, в принципе, обывателю. Но, как бы основное, в любом случае, более детально и точно может сказать, сколько зубов подвержено кариесу и другим, скажем, патологиям полости рта, это только врач может определить. А так все может, в принципе, человек это все видеть. С рекламных роликов нам показывают, что достаточно пожевать жевательную резинку или почистить зубы, там, ну, такой навороченный, трехмерный практически, там, четырехмерный, с электродвигателем или еще с чем-то. И все, и кариеса не будет. Так ли это на самом деле? Ну, если бы это все было так просто, то я думаю, мы бы уже давно сидели без работы. Но так не происходит. И что такое кариес? Вот давайте начнем с первого. Ну, кариес, если как бы более так доступно объяснить, то это, скажем, хронический процесс, патологический, который начинается из очаговой деминерализации твердых тканей, потом размягчение происходит и последующим сообразованием полость зуба. То есть это такой постепенный процесс, не то, что в течение, там, недели, даже месяца, то есть не будет, с небольшой точечки ползуба отсутствует. То есть это длится как минимум полгода, а то и больше. То есть все возможно предотвратить на равных стадиях, если часто посещает стоматолог. Итак, в сегодняшнем фильме без крови и без сверления зубов. Ну, конечно, без подходящего инструмента, да в умелых руках здесь не обойтись. Но когда колонии бактерий и микроорганизмов нет, не полностью уничтожены, но в большинстве ликвидированы, и дышится легче и приятнее для окружающих, и жизнь веселее. Тот же банальный кариес, тот же клиновидный дефект, те же заболевания парадонта, связанные с обнажением корня зуба, то есть это может быть. Если острая зубная боль, которая долго не прекращается, сопровождается ночными болями, то есть это уже заболевание пульпы зуба, то есть пульпит, воспаление нервов, вот так, в простонародии. То есть мы уже пришли к воспалению нервной системы через какую-то маленькую дырочку, либо потертые зубы? Ну-ка, я не скажу, что это через маленькую дырочку. И первоначально, конечно, это была маленькая дырочка, но когда уже пульпит, там дырочка уже не маленькая, как минимум ползуба отсутствует. Пациент может этого, конечно, не замечать, но скрытая полость, она может быть очень большой. И самое сложное, нерв мы уже теряем. И вот это тот самый случай, когда платок на лице, когда вешаешься и лазаешь на стенку. Ну это тот случай, когда, так скажем, пульпит, человек пересидел дома, там на таблетках, еще на чем-то, то есть переждал, когда нерв сам по себе благополучно умер. Через определенное время, то есть благополучно будет уже периодонтит. Вот это тот самый случай, когда повязка, на лице отек, температура, общее состояние, нехти какое. То есть вот это все приводит, когда не ходим и не лечим зубы. И вот самый интересный вопрос. Все понятно, мы рано или поздно, ну даже с самым сложным случаем, в итоге получается выдергиваем зуб, то есть дождались. Ну это, конечно, да. Бывает такое, даже зачастую, часто, когда очень редко посещают стоматолога. Окончательный результат, конечно, будет удаление зуба, когда спасти его невозможно. А затем уже имплантация, что либо съемная, либо несъемная конструкция, что не самый комфортный вариант. Несъемная конструкция, конечно, это самый бюджетный вариант, скажем, и самый некомфортный. Все остальное, конечно, дороже. То есть мы можем на ранней стадии, при постоянном визите к стоматологу, избежать, ну, вот этого дорогостоящего дальнейшего визита к стоматологу, скажем. Ну, в принципе, да. Как бы это банально не звучало, может, со мной многие коллеги не согласятся, но я считаю, что вот 80, а то и 90% здоровья, не только зубов, но и вообще за общее здоровье человека, зависит от самого человека. То есть там 4 позиции, если он будет выполнять, есть шанс дожить до старости со своими зубами. Я бы вот сформулировал так, что первоначально должно быть, скажем, гигиена на должном уровне самого человека. Первая позиция. Второе – это, конечно, своевременное обращение в стоматологические центры. Не обязательно к нам. Просто у нас сейчас большой вообще спектр по городу. Ну, просто своевременное обращение, то есть раз в полгода в год. Третья позиция. То есть вот выбрать нужно один какой-то стоматологический центр, и в этом центре выбрать врача. То есть постоянное посещение одного центра, одного врача, это будет способствовать, что у вас зубы будут в порядке. Потому что вы же не пойдете в ту же парикмахерскую к тому же специалисту, который вас плохо постриг. Так ведь? Вы будете приходить к тому специалисту, который вам понравился, вы нашли с ним контакт. То есть нужно вот так выбирать себе центр, выбирать себе специалисты и постоянно посещать это заведение. И все, и будет все нормально. А не так от случая к случаю и куда-то туда-сюда, еще куда-то бегать. То есть все это взаимосвязано. Потому что если вы будете лечиться у одного специалиста, то есть он уже будет вас знать досконально, что делал до этого, что можно сделать через какое-то время. То есть будут предлагать возможные, с вашими возможностями варианты лечения или протезирования. То есть вы будете доверять специалисту прежде всего, если будете постоянно у него наблюдаться. И он точно так же будет, скажем, предлагать вам план лечения и протезирования, который доступен вам. Ну что ж, как в песенке поется. Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную и на тенистой улочке я постою в тени. Но про бульвар Сиреневый Юдири Антонов не пел. Потому как, наверное, не посещал стоматологический центр Дэнс, потому как, если бы он посетил его, у него бы энтузиазма, еще и больше увеличилось бы количество этого самого энтузиазма. Потому как зубы здесь делают и ремонтируют, и лечат. И после этого можно зайти в любой из продуктовых магазинов, взять любой из продуктов и, надкусив то самое яблоко, которое так красиво кусает в рекламе, не почувствовать зубную боль. Потому что сделано все вовремя. И посещает стоматологический центр Дэнс ни один, ни два, ни десять, ни сотни, и даже не тысячи человек. И некоторые из них, самые счастливые и самые умные, даже занимаясь протезированием, не платят деньги. Потому что вовремя застраховались. Что и вы можете сделать. И в результате, в результате ваша шикарная улыбка и ваше великолепное здоровье. И все это благодаря стоматологическому центру Дэнс.